Три причины, почему биткоин вырастет в конце этого года. Хм, не знаю. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, активировать колокольчик, прокомментировать, установить этот канал себе на смартфон и, конечно же, обновлять эту страницу, чтобы увеличить количество просмотров. Всё ещё здесь? Тогда ладно, давайте приступим к делу. Сегодня я расскажу вам о трёх причинах, почему на рынке может произойти неожиданный памп во вставшиеся месяцы 2018 года. Никто точно не знает, но всё-таки... Поехали. Погнали. А мы начинаем. Поехали. Поехали. Первая причина S&P 500. Это фондовый индекс, в корзину которого включено полтысячи акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию на рынке. Сейчас этот индекс находится в нисходящем тренде. Я знаю, что моя аудитория в основном русскоязычная, но обычно то, что происходит в США или Китае, например, каким-нибудь образом, да и отражается на всём остальном мире. Например, вслед за обвалом фондового рынка в Китае произошли такие же распродажи на всех мировых площадках. Поэтому я считаю полезным посмотреть, что у них там происходит. В 2000 году индекс S&P 500 упал на 6% за 6 недель. В 2002 году он падал на 13% за тот же срок, а в 2008 он упал уже на 24%. Становится очевидным, что осень исторически плохой период для рынков. Текущие технические показатели рекомендуют активно продавать свои активы. Такая тавтология получилась. С моей точки зрения это означает срочную покупку. Это не финансовый совет. Говорят, криптовалюта станет раем или хотя бы подстраховкой для тех, кто бежит с рынков. В принципе, логично, фондовый рынок страдает, а людям нужно защищать свои деньги от той же инфляции. Поэтому, возможно, в случае падения рынков они купят биткоин. Кстати, спасибо Илону Маску за популяризацию биткоина. Никто не знает наверняка, но я думаю, что это вполне может случиться, потому что в этом есть смысл. Хотя, если быть объективным, в прошлые разы, когда фондовые рынки падали, этого не происходило. Даже наоборот. В качестве примера вот это падение индекса 11 октября. Что же делал в это время биткоин? Вот, пожалуйста, 11 октября произошло достаточно болезненное падение. Получается, когда фондовые рынки плохо себя чувствуют, криптовалюте не лучше. Но, возможно, будущее будет совершенно другим. Причина номер 2. Треугольники. Треугольники везде. Ребята, посмотрите на то, как график сжался. Это бычий сигнал. На самом деле, каждый трактует эту ситуацию по-разному. И есть множество инструментов, которые могут помочь вам в этом разобраться. Фибоначи, откаты, средние скользящие. Но на самом деле, конечный результат анализа очень сильно зависит от того, где именно вы начнете рисовать свои треугольники. Никто точно не знает, что нас ждет. Но очень скоро, я уверен, мы увидим просто бешеное движение. После месяцев этого невероятно утомительного и скучного флета. Что еще можно сказать? Это то, что объемы сейчас низкие. А это значит, что что бы там ни говорили, а биткоин сейчас практически не продают. Но и не покупают. По крайней мере, видимого перевеса в какую-либо сторону не наблюдается. Причина номер три. Это спасательный круг криптовалюты. Компания International Exchange планирует запуск криптовалютной платформы BECT 12 декабря этого года. Сейчас решаются регулятивные вопросы. Почему же это причина номер три? Изюминка этого всего безобразия заключается в том, что по истечению фьючерсного контракта, инвесторы будут получать сам актив, а не денежный расчет. Теоретически, институциональные инвесторы смогут торговать активами общей стоимостью сотни миллионов, а то и больше долларов. И все это будет обеспечено биткоином. Это же сократит предложение биткоинов на рынке. Невероятно сочно и сексуально. Какой фат с этим сравнится? Опять же, я пытаюсь быть объективным. Поэтому вот, полторы недели назад компания Coinbase подтвердила закрытие криптовалютного индексного фонда. Оценив уровень спроса со стороны инвесторов, Coinbase приняла решение о закрытии Coinbase Index Fund. Простыми словами, ребят, это то, как ответила Coinbase институциональным инвесторам. Закрыла из-за недостатка спроса. Я знаю, это очень больно. Но давайте будем надеяться, что с BECT не произойдут такие же похороны. Может быть, там будет огромный спрос. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Поднимется ли биткоин на BECT? Или он снова разобьет наши сердца? Лайкните видео, если оно было вам полезным или интересным. Комментируйте, подписывайтесь на канал, телеграм, группу ВК. Заходите на наш обменник, делитесь видео с друзьями. Все ссылки будут в описании. А меня зовут Богатейший Ди. До очень скорого. Субтитры подогнал «Симон»!